Буквально за неделю, наверное, до своей смерти, приехала съемочная группа «Казахфильма». Они делали документальный фильм «В поисках веры». И он мобилизовался для этих целей, хотя он уже не мог сидеть, у него сильные боли были. Но он мобилизовался для этого и где-то полтора часа выдал им очень мощную лекцию. Это так, что съемочная группа была в шоке, в замешательстве. Они очень пораженные ушли. Но потом они мне позвонили, попросили разрешения, можно ли прийти на похороны. Они тоже засняли. Последний его путь, переходной, они тоже зафиксируют в этом документальном фильме. Но, в общем-то, он сам считал, что все провиденциально. Потому что он всю жизнь мечтал быть похороненным в горах, конкретно в Таджикистане. Там, где было становление его, где он обрел духовный смысл, веру. Он очень много ходил, общался со старцами. Там, да, в Таджикистане? Да, в Таджикистане. Изучил таджикский, очень хорошо знал. До сих пор таджики, ну уже не до сих пор, конечно, но до последнего приезжали, спрашивали у него совета. Старики его так уважительно называли Бочае Гейдар. То есть, мальчик Гейдар. А вот, все его очень так любили, уважали, ценили. И он хотел быть там похороненным. Он считал, что там оттуда исходит особая энергия. Особые порывы такие. Ну, видите, воля и судеб оказалось, что, ну, по ту сторону, да, гор, таджикистанских, скажем. Когда ехали в Алмату, то есть, надежда была, что справились, что помогут? Да, была надежда. Это, на самом деле, их врачебная практика делала чудеса, действительно. Ну, на последней стадии, как нам сказали, они могли улучшить просто качество жизни. Немножко отсрочить болезнь, да. То есть, на четвертом, ну, на четвертом уже, на четвертой стадии рак не лечится. То есть, возможно, просто вот смягчить вот эти вот негативные симптомы. Ну, чтобы человек не страдал, чтобы его там не закалывали обезболивающими, как это обычно делают, так сказать, морфином и так далее. То есть, медицина просто отказывается на последнем этапе и просто дает обезболивающие, а некоторым и не дают. Это известный случай у нас в России. 22% раковых больных только обеспечены достойными обезболивающими, остальные просто, так сказать, мучаются, это страшные, страшные муки. Им удалось что-то сделать, действительно, улучшить качество жизни, у него там уходили боли, действительно так, но процесс распространения раковых клеток был уже необратим. И у него случился приступ за полтора дня до смерти. Отек пошел в мозг, вот его увезли в реанимацию, и через полтора дня он скончался. В реанимации? В реанимации. То есть, не дома, да? Не дома. То есть, его увезли в больницу. Приходя в сознание, нет? Он был в сознании, ну, скажем так, в полусознании, да? То есть, он уже, так сказать, был плох, но он понимал все, видел, что-то говорил. Ну, у него уже не было силы этого виду. Кто-то рядом был в этот момент, в последние мгновения? Нет, последние мгновения в реанимацию не пускали. Не пускали, нам сообщили об этом рано утром, лечащий врач. У него была надежда у врача, что, скажем, неделю он там полежит, и как-то так сможет стабилизировать его положение, и там перевести в общую, ну, не в общую палату, в отдельную палату, где уже, так сказать, можно будет продолжить лечение. Ну, вот, не получилось. Кстати говоря, его мама умерла 6 декабря, он умер, 5 декабря. Другого года, не этого. Нет, не этого, конечно. По-моему, в 10-м году, если я не ошибаюсь. Вот. Но вся его жизнь, она вот, помимо того, что окружена ареалом, орелом, таких вот, таинств каких-то, да, символизмов, то, что он даже ушел в 69, то есть, у него была такая идея, я помню, он мне рассказывал, что, скажем, человек, который рождается, например, в январе, он, как правило, должен умирать на антагонисте января, то есть, по часовой стрелке. Скажем, в январе это 12, вот, 6, это, скажем, в июне. И он так вот сравнивал, отец у него так ушел, мать у него так ушла. Вот. И он считал тоже, что где-то вот будет такая же тенденция с ним. А он как родился? А он родился 6 ноября. Ну, в ноябре вот приезжали там люди, Максим приезжал в Шевченко, ученики, в общем-то, он себя чувствовал неплохо, общался там, зарезали барана на этот, по этому случаю. Он очень любил барана, считал, что баранье мясо – это источник здоровья. И, как правило, он лечил себя баранним бульоном. В общем-то, это тоже вот отголосок таджикского периода в его жизни. Ну, очень разбирался в кухнях, действительно, был тонкий ценитель, эстет, то есть, он разбирался практически во всех вопросах – культура, кулинария, автомобиль, очень любил оружие, так сказать, очень во всем этом разбирался. Историю неплохо знал. Ну, в общем, за что ни возьмите, что называется, везде эксперт. И вот последнее, скажем, вообще, можно сказать, некое духовное завещание, есть что-то он говорил, последние дни, недели, то есть, какие-то мессенджи оставлял, понимал, что он уходит? Да, он понимал, он понимал, он попросил не бросать, что называется, дискурс, продолжить начатое им дело, попросил вести все его соцсети, сайты, там, сайт «Поистине», там, «Контрудар», ну, что это была вот площадкой, которая была, скажем, таким, концептуальным ориентиром и должна быть в дальнейшем концептуальным ориентиром, который базируется на его идеях. Продолжение следует...